Эта песня меня тронула до глубины души. Вы, наверное, подумали, что кто-то опять записал роллфл-трек, но изначально эта песня была серьезной и посвящена девушке. Ее автор тиктокер Женя Лизагуб. Сам звук вышел 21 марта. Позже автор загрузил слово reverb версию этого трека, которую как раз и начали использовать в мемах. Ой-мой, Уэнсдэй была не очень удачной тематикой серьезной песни про любовь, при том, что еще только недавно были мемы, высмеивающие ее. Часто еще можно было увидеть вот такой рисунок, который олицетворяет все мемы, связанные с девочкой Уэнсдэй. Мне, кстати, кажется, что его специально так сразу нарисовали, потому что виднее художника с опытом. Короче, девочка Уэнсдэй стала хитом, бэнгером и вообще легендам тексту нужен. Прикиньте, че он сделал пестию, вот у него душа, там, сердце разбито, все. А это просто мем. Пожалуйста. Пожалуйста. Какая бурда. Так же заепало, что Данила Горилла включает треки, которым больше стааалеет. Смотри за битрейтом и в пизде я не знаю. У прохожих на ряду, к сожалению, день рождения только раз в году. День рождения приходят и уходят. Неизменным остаются только люди, самые ценные, которые находятся в этой машине. И родовые деятельности, и не только в этой машине, но еще и в беседе хотим вам. Всем похуй, но сейчас наше время день рождения, всем поебать. Скорее всего. Скорее всего. Без 7 лет 30-ка. Да ничего, если 7 лет. Дети вот так вот с нуля до 7 в школу идут. Пацаны, это все... Как меня наебали эти треки реально. Два с половиной года, и я включу эту песню. Вот это жестко. Что, что, тебе прицел почти? Пора детей делать. Вот и вообще, пил, пил, пил. Я приходил, ну там, каждый год на день рождения 5. И каждый год по раз 5, а то бывало и 10, ты слушаешь одни и те же песни каждый год. В смысле? А что, фуево? Это песня, я не знаю, праздник. Так это классика. Ну ладно, есть трек не классика. Палява. А вот этот, Кочко, ты тоже слышал? Мои девушки, день рождения, мои девушки, день рождения. Сегодня платика, блоги, подарки. Уже сутка. Это про Леху трек. Леха, ты потушила свечи, загадай желание. Мечтами поменяй, я реально... Леха, ты потушила свечи, загадай желание. У моей девушки сегодня день рождения. Ночью пьян, ты нарядная, нам нельзя сказать, что ты моя. А, вы про меня, что ли, эту песню включили, или что? Нет. Ладно. Ну, в причащении будет другое. Все время подпевал себя, топил, что ли? На двух колесах, которые придут для этого подарка. О, спасибо. Перед камерой, понял, сразу же. Делай, делай. Я флешбекаю на эти юбилеи. У тебя сегодня день рождения. Спасибо. И удивление. И удивление. Пусть исполнится твои желания. В дни рождения. И пистюлями. Спасибо. Спасибо. По-царски, царски. Лех, все хотят толку. Включайте, я включу. Я не против. Ты счастлив будешь? Я буду... Я нереально буду счастлив. Я просто хочу быть счастливым. Дорогой дневник, мне не описать те эмоции, которые я испытываю при прослушивании тро-трека. Мы сидим на студии, на футбоксе. Арли Стефан заходит в комнату и такой... Какая-то долба смотрит на меня. Я думаю, не хуй, фанат. Фанат. А он знал, что вы там сидели? Конечно, фанат. Да не, мы там сидели, ну как вместе, типа они в своей, я в своей. Ой, не, 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 на хуй, на хуй, на хуй. Я ненавижу этот трек, хуй. Фу, бля. Почему? Я его просто ненавижу. Я хочу его удалить с площадок. Я только пинка жалко про роялти. Почему? Не знаю, я ненавижу этот трек. Это самый хуй, самый недушевный трек. Я его просто ненавижу. Есть у тебя какая-то мечта вот в день рождения? Что бы ты хотел? Я хочу, чтобы мои друзья не отдалялись друг от друга. Их издевания распадались. Это единственное, что я хочу. Ну, еще очень много денег. Пропусти, пропусти. Не, я пропускаю, естественно. Пропускай, пропускай. А что самое важное в жизни? Мы делаем вот так и едем. Что самое важное в жизни? Поехали. Самое важное в жизни? Да. В душе. А, в жизни. В жизни. Не в человеке. Ну, это какой-то топ-3. Понять себя. Да. Иметь хороших друзей. Да. Нет, не так. Первый убираем нахуй. Да. Найти дело, которым ты вот можешь бесконечно заниматься. Ты кайфуешь. Да. Чтобы у тебя были охуенные друзья. Это второе. И дохуя денег. Все, вот три. Это самое, это вот основа. Все, больше ничего. Блядь, а здоровье куда поместить? Ну, при совокупности этих всех вещей, как будто бы здоровье должно быть. Молодец. Ну, конечно, чтобы четвертое, но не менее по значению, это иметь охуенный чат. Все про семью, все пишут про семью, про маму. Для меня это не так важно, к сожалению. Зато честно. Как есть. Ну, для меня, ну, типа, меня с родителями связывает только то, что они мои родители, больше ничего. Я вчера, мне каждый раз становится так не по себе, когда я разговариваю, там, предположим, вот с мамой Костей я поговорил, и я просто понимаю, что... Это, типа, она как друг. Когда большая пропасть возрастная между родителями и детьми, это очень... Это прям, ну, вот... Ну, естественно, люди в 60 могут быть молодые, молодые внутри и делают чего угодно, но очень мало таких людей. Поэтому кому сейчас 20, реально, даже меньше, заводите семью. Презервативы. Реально. Заводите детей. Кайфуйте. Потому что какого-то беременно 16, все меньше и меньше выпусков. Ну, знаете, заводите детей, караясь за законом. Ой, что сказать. Саныч, блин. Можно, Саныч, с 18 лет. Ну, важно же, чтобы по жизни были люди, на которых ты можешь опереться. Друзья, это ли не семья, которую мы выбираем сами? Да, факт. Ну, правда, бывает то, что... Смотря какие друзья. Ну, я не думаю, что в 16 лет ты сянуешь друзей, которые ты всю жизнь будешь, это понятно. Ну, типа, это возможно, но это редкость, это прям очень редко. Это редко, да. В основном они уже, когда ты уже сам созрелся. К сожалению, чат, если вот вам сейчас там 14, 16, там, 17, рядом с вами есть друг, с которым вы думаете то, что пройдете всю жизнь, там, и т.д. и т.п. Ну, это такое, чаще всего, да, как-то со временем это все стирается и какому-то уже там более-менее зрелому возрасту отсеивается и фильтруется. Стираются эти отношения. Ты даже не знаешь, что такое студенческие годы. Брат, а ты в садике был? Нет. Я был в садике. Ты не был в садике и в студенчестве? Да, да, я все проиграл. Я был в садике, я помню, обосрался там. Я был в садике, и у меня была совместная кровать со Славой. Бустером. Почти. О, боже, там мокрые трусы. Твои трусы в смазке. Твои, ооо, твои трусы в смазке, твои трусы в смазке, твои трусы в смазке, а почему они на заднем проходят в смазке, Саня, как объяснишь? Потому что мы тестировали. Ты чё ты включаешь? Ты чё, еб***ься, я ничего не делаю. А потом мне рука. Это ты, когда включаешь, в комплограмм отключается. Это автостоп, типа ты. Да, да, я шарик. Я сейчас себя бибикивать буду. Ну, ничего не буду. У тебя день рождения, Лёх, никто сегодня бибикивать тебе не будет. Так ты мог просто там развернуться, вот здесь, там, повару сразу же. Знаешь, Лёх, с ним все понятно. А, да Лилович, на, ты, поясок тебе передать. Да нет, это вроде не особо, ну. Некуда их вывозь, да? Вот как раз вот твой адрес. О! Курцев, Данила, Николаевич, Николаевич. Принято сомнение, да? Спасибо! Ну, скажешь, чтоб не сбили, я же выхожу на улицу к вам. Своичок? А, свои. Ладно, было бы круто, что-то вместе. Мне надо вместе собрать, ладно? Не надо, не ворвай палец, больно! Ничего не забыли у тебя? Давай, я подставлю. Скача! С вами-то не увидимся только завтра в Сочи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!